Капризы погоды в эти выходные для городских служб благоустройства сюрпризом не стали. Прогноз мы имели еще позавчера, его откорректировали в пятницу в данной ситуации. Вчера откорректировали, сейчас все службы, я говорю, это управляющие компанией дорожной службы, плюс кто содержит парки, набережные, кто содержит у нас уличную дорожную сеть, все вышли, работают. Уборку снега в круглосуточном режиме ведут как на внутриквартальных территориях, так и на уличной дорожной сети. Для обеспечения должного состояния проезжих частей, тротуаров, пешеходных переходов выполняют целый комплекс мероприятий. Основные – это ручная и механизированная расчистка и обработка проезжей части, а также тротуаров. Снег в режиме нон-стоп грузят и вывозят на специализированные площадки для его складирования. Уборка у нас проходит круглосуточно, мы работаем ежедневно, две смены. Погода нам особо отдыхать не дает. Повышенное внимание уделяется медицинским и социальным учреждениям. Так, на улице Ярошевского, где находится гимназия номер 54, снежные завалы убирали в воскресенье, чтобы родители могли без особого труда отвезти детей в образовательное учреждение. На участке активно работала техника, а уборщики территории чистили пешеходные дорожки. Сами жители труд оценили и поделились своим мнением. Ну, конечно, снег засыпал, тут и пожилые люди ходят, и маленькие дети ходят. Тяжело по сугробам пробираться. Спасибо, что почистили. И молодцы, что чистят и ухаживают за городом. Я понимаю, что погодные условия у нас такие, что вот. Но это очень важно, я хочу сказать. Спасибо огромное работникам, которые занимаются очисткой. Однако нарекания со стороны курирующих работу ведомств и жителей города по уборке снега все же есть. Поэтому первый вице-мэр Владимир Василенко на совещании, которое регулярно проходит и в выходные, поставил на совещании задачу активизировать работу по уборке снега. Максимально при этом нарастить объемы по вывозу. По линии МП благоустройства замечания есть, и на это директору предприятия было указано. Если в полном объеме данные ранее поручения не будут выполнены, за этим последует решение о персональной ответственности. Со стороны власти и управленческие решения все приняты, контракты отторгованы, приобретение техники произошло, вопрос стоит только в организации работы. В снегоуборочную компанию вовлечена не только собственная спецтехника профильных организаций, но и дополнительные машины промышленных предприятий и дорожно-строительных компаний. В части содержания внутриквартальных и придомовых территорий главы районов лично контролируют ситуацию и координируют работу управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, своих МБУ, а также дорожных служб благоустройства на вверенных им участках. Отработка таких территорий находится на особом контроле, в первую очередь для свободного проезда машин спецназначения, скорой помощи, пожарной охраны, МЧС или полиции. Мария Ильевна, Никита Колосов, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События.